привет мои дорогие в этом видео мы с вами устроим легкий тест на самооценку поговорим как понять что где-то есть слабые места но перед тем как посмотреть это видео конечно поставьте ему лайк конечно тема самооценки а лучше так самооценность она неоднозначна и по одному признаку довольно сложно судить но тем не менее признаки о которых я сегодня расскажу укажет вам на те места в которые стоит посмотреть внимательно поехали первый признак вы не умеете принимать подарки мне недавно поставили в очень неловкое положение я пришла на встречу с одной дамы которую я уважаю до этого она меня поздравляла с праздниками и все время дарила подарки в этот раз я пришла к ней на обед и у меня было прям такое жгучее желание сделать ей подарок я знал что она любит бусы и жемчуга поехал купила эти бусы приехал на встречу и не ожидала что могут возникнуть такие проблемы чтобы этот самый подарок подарить потому что когда она его увидела она начала вжиматься в диван говорит что она его не возьмет я начала настаивать говорит что меня это в крайней степени оскорбляет то что они принимают мой подарок пыталась мне всучить денег за этот подарок сказал что не может взять его просто так я применила все известные мне приемы чтобы она приняла мой подарок мне ушел целый час чтобы ее уговорить и я сейчас понимаю что мне кажется мне в жизни когда не было таких сложных переговоров как в тот раз сейчас я вам скажу шокирующую весть но если вам хотят подарить подарок вполне возможно что вас просто любят и это просто повод эту любовь проявить так что учитесь принимать подарки не покрываясь при этом красными пятнами следующий признак вы склонны к катастрофизации или такой синдром шеф все пропало катастрофизация это способ мышления когда вы воспринимаете ситуацию гораздо хуже чем она есть на самом деле человек склонны к катастрофизации все время ждет негативного результата от любого события и во всем винит себя конечно иногда действительно случаются неудачные решения которые невозможно вернуть но если вы постоянно преувеличиваете масштаб проблемы то это можно назвать когнитивным искажением которая сильно мешает вам жить когда происходит что-то неприятное или непредвиденное попробуйте отследить что вы думаете на этот счет в каких словах вы об этом говорите кажется ли вам что произошел полный провал и исключительно из-за вас у вас бывает такое что вы начинаете расценивать свои неудачные решения как катастрофу и говорите себе я принял неправильное решение это катастрофа вселенского масштаба если такое бывает то это повод задуматься третий признак низкой самооценки вы обесцениваете свои успехи это просто классика конечно многим людям невероятно сложно принимать свои успехи я недавно поздравлял свою знакомую которая вошла в тройку лучших специалистов по стране в определенной области я и говорю поздравляем отличные результаты она отмахивается от меня и говорит ой ну тоже мне успех совсем уж никакой не успех я ее тут конечно понимаю потому что сама долгое время училась оценивать себя адекватно учился адекватно оценивать свои успехи подробнее об этом я расскажу вам в следующем видео а пока продолжаю историю про эту женщину потом мы с ней как-то встретились я и говорю прекрасно выглядишь она отвечает ой да брось ты как обычно все таки насколько сложно людям принимать свои успехи и отвечать на комплимент просто спасибо так что если вас чем-то поздравляют а у вас включается синдром самозванца и вам кажется что вы этого не достойны то это тоже один из признаков низкой самооценки четвертый признак вы думаете что вы постоянно что-то должны если в вашем лексиконе превалируют слова я должна то это может вызывать много вопросов например я должна быть стройной я должна быть богатой я должен быть успешным все эти искажения возникают когда в детстве мы слышим хорошие девочки моют посуду и у нас возникает убеждение чтобы меня любили я должна мыть посуду нам кажется что нас невозможно любить просто так обязательно должно быть какое-то условие ладно я должна это сказать чтобы вас любили вы не должны мыть посуду пятый признак вы ставите себя слишком высоко или слишком низко по сравнению с другими людьми знаете как определить на бытовых примерах что у человека низкая самооценка очень просто вы наверняка видели у своих знакомых в соцсетях такие мемы ему бы девушку простую мягкую как вата но нет ему досталось я кусок неадеквата когда человек намеренно наделяет себя слишком демоническими или слишком ангельскими свойствами это признак того что у него проблемы с самоценностью а вы знаете таких людей перечисляя все пять пунктов и еще несколько дополнительно вы не умеете принимать подарки вы склонны к катастрофизации вы обесцениваете свои успехи вы думаете что постоянно кому-то что-то должны вы ставите себя слишком высоко или слишком низко по сравнению с другими людьми вам кажется что вас не за что любить вы не умеете говорить нет вы скрываете чувства вы целиком приписываете себе ответственность за события в которых часть ответственности и на других людях вы мыслите категорично либо мне достанется все либо ничего а если ничего то не нужно пробовать что-то делать как перестать себя сравнивать с другими как поднять свою самооценку и для этого есть практики и упражнения я конечно приглашаю вас с удовольствием на домкрат знаете что такое домкрат это то что поднимает все даже самооценку поэтому смотрите что это в описании ставьте лайк этому видео подписывайтесь на канал здесь полезно интересно и дерзко пока